Друзья, всем привет! Сегодня погуляем по магазину Светофор. Это один из самых недорогих магазинов эконом-класса. Магазин находится в Московской области, город Люберцы. Пройдемся по витринам, по продуктам, посмотрим, какие ценники, какой ассортимент в данном магазине присутствует. Погуляем, посмотрим и обязательно что-нибудь купим. Вот так выглядит магазин снаружи, с улицы. Скромно, ничего особенного, но понятно, какой магазин здесь расположен. Вот так магазин выглядит внутри. И первое, на что я обратил внимание, это вот такой баллончик с газом. Я часто использую газ для розжига мангала, а также для розжига печи в бане. Это удобно. Такого баллончика мне хватает надолго. Ну и сразу вот еще одна покупочка. Это губки для мытья посуды. Стоят они 60 рублей 41 копейку. Я посчитал, что это недорого, потому что упаковка большая. Вот такой вариант бритвы. Станка бритвенного, мужского. Также кассеты. 270 рублей 82 копейки. У меня такой есть, я еще один себе прикупил. Я пришел в товары для стирки. И вот такой стиральный порошок я тоже купил. И можно стирать и детские вещи, и вещи для взрослых. 5 литров гель для стирки. Очень удобно. 170 стирок. Это нормально, я считаю. 285 рублей 17 копеек. Цена невысокая. Также вот такой меня гель заинтересовал. Но он будет немножко подороже, я думаю. У меня такой был. Хороший тоже гель. Сорти, колор. 318 рублей 96 копеек. Ну и здесь в таблице расписано, сколько добавлять, на сколько литров. И количество гелья. В общем, таблица для того, чтобы понятно было, сколько добавлять порошка. Есть еще вот такой порошок, сыпучий. Но вот видите, на палете. Вот, видимо, пакет разорвался. Немножко грязновато. Товары для животных. Обратил внимание на такой вот сухой корм для кошек. 282 рубля 17 копеек. 1,9 килограмма. А это наполнитель для кошек. Я часто такой беру. Наполнитель для кошачьего туалета, точнее. Вот мои кошки вот такой предпочитают. Не знаю, как ваши, напишите в комментариях. Стоит он 116 рублей 35 копеек. Не очень дорого, на мой взгляд. Далее винный отдел по ходу моего продвижения. Вот такое вино я купил. В принципе, я думаю, что оно неплохое. Вино сладкое, игристое. Впереди будут праздники. Одну бутылочку возьму. Хотя я делаю свое, веду из винограда. Но так, угостить гостей. В принципе, 230 рублей. 239 рублей. Одну бутылочку я взял. Следующее мне вино понравилось. Я, правда, его брать не буду. Вот в такой красивой бутылке оно. Когда-то я раньше такое брал. Хорошее вино мне понравилось. Полусладкое, красное, домашнее вино. Ну, конечно, оно не домашнее, естественно. Просто это так. Рекламный ход маркетинговый. Вот в таких красивых бутылках. Стоимость его, сейчас посмотрим, 188 рублей 26 копеек. Рядом этот же производитель предлагает вот такое белое вино. Там нравится белое. Сладкое. Также здесь можно купить. Цена на него, я думаю, такая же. Да, то же самое. 188 рублей 26 копеек. Красивая бутылочка. В принципе, такое вино даже можно подарить кому-нибудь. Хороший подарок. Российское производство. Вино из Краснодарского края. Коньяк. Давайте посмотрим коньяк. Армянский коньяк. Я такой ни разу не пробовал. Не знаю, если вы уже брали, напишите в комментариях, понравился вам или нет. Цена 527 рублей 94 копейки. Ну, за 8-летний коньяк, в принципе, нормальная цена. А вот коньяк 5-летний. Также армянский, пиво кормения. Стоимость 384 рубля 61 копейка. Ну, невысокая цена, должен вам сказать. В других магазинах обычно такой коньяк около 500 рублей. К макаронным изделиям перешел. Ну, давайте посмотрим, что у нас по макарошкам. Ну, лапша. Лапша. Кому нравится лапша. Вот такая лапша в светофоре. 50 рублей 26 копеек. Я предпочитаю спагетти. С виду неплохие, тоненькие. Я люблю вот такие, как раз-таки, тонкие. Из твердых сортов пшеницы. Стоит 36 рублей. Нормально. Макаронные изделия знатные. Типа порошки. 36 рублей. 0 копеек. Вот это, я думаю, я куплю. Интересная такая вот разноцветная. Разноцветные пакарончики. Стоят они, сейчас посмотрим, 72 рубля 13 копеек. Еще не пробовал, попробую. Ну, вот такие есть еще макароны. 36 рублей стоят. Как видите, товар очень много. Лежит на палетах. Никакого недостатка в товарах нет. Провансаль. Майонез столовый, деликатесный. Я предпочитаю другого производителя. Ну, в принципе, вот 70 рублей 63 копейки. Майонезный соус. Вот такой еще рядом лежит. Провансаль. Другого производителя. 102 рубля 51 копейка. Но это уже чистый майонез. Перед этим был майонезный соус. Натуральное оливковое масло. Кто интересуется, кому нравится оливковое масло, в светофоре оно стоит 331 рубль 75 копеек за литр. Соус чили. Очень острая штука, но бывает иногда хочется. Стебель бамбука. Хочется. Бывает остренького. Всего лишь 49 рублей 1 копейка. Горошек. Зеленый горошек. Консервированный. 425 миллилитров. Стоит 41 рубль 95 копеек. Кукуруза. Вот интересный вариант. Сладкая кукуруза. Консервированная. Вот в такой стеклянной баночке. Я обычно беру жестяной. Есть и вариант стеклянной банки. Почему бы и нет. Стоит она 91 рубль 84 копейки. Вот не смог пройти мимо вот таких вот красивых персиков в легком сиропе. Красивые баночки. Красивые персики. И мне еще понравился дизайн вот этой вот баночки самой. Точнее этикетки. 174 рубля 26 копеек. Персик в легком сиропе. Кубаночка. Варенье. Кто не любит варить сам, придется вам покупать. Вот малиновое варенье. Малина протертая с сахаром. Я свою варю. Своё варю варенье из малины. Поэтому покупать не буду. А так 120 рублей 8 копеек. Переходим к чаям. Я, честно вам скажу, я такие чаи не покупаю. Но это уже самый дешевый вариант. 500 грамм. Если вы берете, я не знаю, как они хорошо завариваются или плохо. А 162 рубля такой стоит. Напишите в комментариях. Я ни разу не брал. Есть и еще тут, по-моему, даже дешевле такой вариант. Ну, с виду он мне не очень, кстати, понравился. Не знаю. Не знаю. 156 рублей 88 копеек. Чай черный байховый. 0,5 кг. Вот интересный вариант. Кофе. Кофе. В зернах. Плюс еще с ним подарок идет молотый кофе. Ни разу не пробовал этого производителя покупать. Но вот интересный вариант. Есть такая, как бы, акция. Наверное, это выгодно, я думаю. Набор кофе Gimoka. Зерновой. 1 кг. Стоит 946 рублей 2 копейки. По цене, кстати, это недорого на самом деле получается. Вот этот вариант кофе я совсем не приветствую, но вам покажу. Кофе гранулированный, ароматизированный. Какой-то еще тут добавка. И не знаю вообще, что это такое. что за фойло. 91 рубль стоит. Орешки рядом еще вот лежали. Это миндальные орешки. С виду, кстати, неплохо выглядят. Ну, так, средний. Не то, чтобы совсем уж неплохо. Средний такой у них видок. 343 рубля 6 копеек за 500 грамм. Рядом арахис. То есть 150 рублей стоит. 300 грамм. Я, пожалуй, такую одну возьму. Арахис я люблю. Поэтому этот пакетик я куплю. Ореховая паста. Точнее шоколадно-молочная. Я такую не люблю. Просто вам показываю. Стоит она 89 рублей. 15 копеек. В других магазинах мне кажется она дороже стоит. Рядом еще есть шоколадно-ореховый. Вот такой вариант. тоже 89 рублей 19 копеек. Шоколадно-ореховая паста. Переходим к печенюшкам. Овсяное печенье. Я такое брал. Правда в другом магазине в принципе мне понравилось. 51 рубль 30 копеек. Еще увидел вот такую вот ковришку. Очень она мне понравилась с виду. Я думаю вкусная. Возьму. Стоимость 202 рубля 52 копейки. Вот такая ковришка в светофоре. Это сухой завтрак. Из разряда быстро поесть. Готовый завтрак. Колечки. 500 граммов. Интересно выглядит. Красиво смотрится. 79 рублей 75 копеек. Можно с молоком есть. Можно так сухую. Тоже неплохо. Чипсики. Вот эти чипсики они у нас по-моему с луком. Если я не ошибаюсь. Я одну возьму обязательно. Стоят они 159 рублей 87 копеек за 500 грамм. Невысокая цена сразу вам скажу. Ну качество в принципе думаю нормально. Чипсы они не есть чипсы. Зашел в холодный отдел увидел вот такой йогурт 450 граммов 64 рубля 67 копеек. Пожалуй возьму. Рядом тут же я увидел еще вот такой сыр достаточно крупной такой нарезки. посмотрел черный рыцарь называется с виду неплохой 441 рубль 60 копеек думаю возьму перешел в отдел для сада и огорода и увидел вот такую штучку зеленое мыло средство для защиты растений от талии безопасное в общем в общем-то считается готовый вариант все разведено только пшик 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 на кустике опрыскивать прямо из этой бутылочки можно 73 рубля 63 копейки инсеклицид для защиты растений рядом еще увидел вот такую штучку это регулятор роста для растений в ней можно замачивать семена повышает схожесть ускоряет рост и развитие растений повышает урожайность в общем натуральная такая я понимаю штучка я такой не пользовался нентарная кислота ну в принципе должен быть продукт неплохой стоит он 99 рублей 84 копейки за литр хорошо всем известный препарат прямо тут же рядом петаспорин М я таким часто пользуюсь препарат от болезней безопасный стоит 56 рублей 16 копеек за 200 грамм еще еще увидел вот такую леечку покупать не буду конечно просто вам показываю у меня у меня много леек мне показалось что вот не очень этот вариант лейки обладает толстым пластиком разные есть варианты зеленый синий тут стоит 189 рублей 69 копеек невысокая цена сразу вам скажу желтые есть лейки ну вот только толщина пластика меня немножко смутило грабельки вот такие вот небольшие мини грабли на пластиковые ручки стоят они 126 рублей 72 копейки небольшого размера для каких-то мелких работ думаю подойдут а вот окантовка для грядок железная с виду оцинкованная металлическая металлические бортики то есть это готовая грядка клумба точнее клумба грядка оцинкованная усиленная 1168 рублей 20 копеек 0,7 метра на полтора метра и высота 0,16 метра а вот это я обязательно куплю потому что я это использую для подвязки растений в том числе гортензии роз это джутовый джутовый шпагат шпагат джутовый он у меня расходится быстро 162 рубля 36 копеек мне показалось эта цена невысокая поэтому я беру горшочки для выращивания рассады с выдвижным дном кстати очень удобный должен вам сказать вариант у меня таких много поэтому брать я их не буду а у кого еще нет горшочков то хороший вариант должен вам сказать подойдет для выращивания томатов огурцов перцев и баклажан объем горшочка 460 миллилитров 160 рублей стоит рядом еще лежат так вот навалом лампы фито фито лампы светильник светодиодный для рассады 10 ватт я таким не пользовался у меня обычные лампы стоят мне их вполне хватает так что просто вам показываю покупать я ее не буду 258 рублей 43 копейки цена в принципе невысокая ну что ж друзья мои закончил я сегодняшний мой шопинг по магазину светофор в городе Люберце двоякое осталось у меня впечатление из положительных моментов я выделяю конечно хороший достаточно ассортимент ну и естественно невысокие цены цены на многие товары ниже чем в других магазинах на аналогичные товары достаточно широкий ассортимент но что мне не понравилось мне не понравилось конечно узкие проходы не всегда удобно пройти с тележкой которая достаточно большая также недостаточно освещения я бы на месте конечно руководства данного магазина улучшил освещение потому что некоторые товары которые стоят в углах настолько плохо освещены что не всегда даже видно ценники и не всегда удается хорошо рассмотреть что же там вообще лежит поэтому освещение неудачное ну и скажем так не очень чисто особенно в местах где расположены сыпучие продукты которые часто естественно рассыпаются ну вы видели допустим порошок рассыпан который уложен на палетах но в целом мне магазин понравился я думаю что я сюда буду периодически приезжать этот магазин относится конечно к эконом-классу или к дискаунтеру как еще называют но судя по автомобилям которые здесь стоят на стоянке я бы не сказал что сюда приезжают за покупками ну совсем такие малоимущие либо бедные люди я бы сказал что в магазине преобладает судя по автомобилям средний класс и люди отнюдь не бедные приезжают сюда за оптовыми покупками всем большое спасибо за просмотр